В лозе, посмотрите, как всё интересно, Творец соединил. В лозе соединяется и Солнце, и Земля, и воздух, и вода. Посмотрите, какой сок, наполненность самого винограда. В нём такой свет. Смотришь на Солнце, когда виноградную бубочку возьмёшь, и смотришь на Солнце. Оно даже тёмное просматривается, оно играет, изнутри свет идёт. Значит, Солнце там внутри заложено. Вы сейчас говорите с точки зрения, скажем так, человека просветлённого, который есть доступ к каким-то, скажем, который прошёл какой-то путь, работал над собой. Вот ваше восприятие винограда именно с духовной точки зрения. И как человеческое, прежде всего. Как человеческое. Тут больше ваше отношение как потребителя, а как человека, который уже прошёл определённый жизненный путь. И общаясь, и встречаясь с вином, и принимая вино. И в этом вине участвуя, то есть моё было соучаствие с вином. То есть в моей жизни было первое моё соприкосновение с вином. Когда я посадил своими руками виноград, вырастил и сделал первый литр вина своими руками с бабушкой. То есть это мне было где-то 8 лет. Вот с 8 лет я понял глубину, то есть начал понимать глубину грозди виноградной. Вот её сок, её нектар. Её предназначение может быть как ребёнку. Я принимал сладость, аромат. Я не принимал как бражность тогда, потому что я его и не понимал, этого смысла в то время. Он меня не интересовал. Но меня интересовало его вкус, его запах, его цвет. То есть я всегда радовался вот этому сочетанию цвету, вкусу и запаху. А изменилось ли ваше отношение после каких-то там жизненных событий, после каких-то новых знаний, нового опыта? Вы знаете, ещё глубже стало. То было поверхностное, как бы, я же говорю, по трём критериям. Вкус, цвет и запах. А сейчас с годами я увидел глубину. Глубину, как живого организма, как посланца. То есть есть же посланцы, есть пророки среди людей. Вот как раз лоза, это тот посланец, который, если правильно принять, открывает возможность человеку открыть себя. То есть это помощник, это союзник. Мы имеем в виду вино или виноградный сок или какие-то другие субстраты? В том числе и вино. Вино – это начало. То есть само вино, вот посмотрите, мудрые, как говорят. Вот Амар Хаям, мудрец мудрецов, он сказал как? Всё очень просто. Запрет вина – закон, считающийся с тем, кем пьётся, и когда, и много ли, и с кем. Когда соблюдены все эти оговорки, пить – признак мудрости, а не порог совсем. То есть посмотрите, когда собираются мудрые люди и выпивают стакан вина, этот аромат, этот нектар, то есть вдыхается солнечная энергия, энергия воздуха, энергия земли, его корней, его терпкость. Терпкость идёт от земли. Вот аромат идёт от воздуха, а наполненность, сияние, игристость идёт от солнца. И вот это соединение всё даёт возможность благодати для человека. Но человек же этого не понимает. Он старается насытить себя, налить всё больше и больше и больше. То есть тут главный критерий – умеренность. Умеренность и правильность приятия. С чем ты подходишь, для чего ты? Вот ты человек, я понимаю так, когда делает что-то, он должен знать, что он делает. То есть, ну, иначе не зная, ты можешь навредить себе. То же самое и вино. Его осуждает и борьбу какую-то устраивает. Какая может быть, с чем? Это получается так. Человек борется со своей природой. Ну, как можно бороться со своей природой? Когда тебе Творец дал возможность, вот она, у тебя вот она. Чистая возможность, чистая, очищенная. Прими, прими. Если не знаешь, есть мудрые люди, есть специалисты, которые вот беспокоятся о наших, о всех. Посмотрите внимательно. Почему они шумят? Почему они не вышли на площадь? Они вот доходят вас через книги, через мудрость, через поэмы, через притчи. И вот портал этот, который вы открыли, который вы создали – это творчество. Там собрано не просто как сам алкоголь, реклама и зарабатывание денег. Там глубина понятия человека, восприятие его как таковое. Как отношение к матери. Вот мы же относимся к матери, у нас есть внутреннее состояние к матери относиться. Никто нас не учил, оно впитано в человека. Вот точно так же относиться нужно ко всему, к тому, что нас окружает, в том числе лоза. Любовь выражена через лозу. Это щедрость. Вот человеку, в сущности, много не надо. Вот лоза, виноградная яга, она заменяет очень много. В ней все собрано. Весь набор витаминов, которые нужно человеку. Вот даже просто с этого есть исходить. Вот на Кавказе, где я вырос, там виноградная лоза уделяет такое значение. Там любовь к ней с поклоном относится. То есть виноград – это любовь? Конечно. Вино – это любовь. Это радость. Это радость. Вино – это радость. Вино, как таковое, но не алкоголь. В Молдавии считается, что вино – это живой организм. Там даже, вот, относятся к вино, я знаю, я был в Молдавии, просто, вот, говорят, там, как ты себя поведешь по отношению к вину, так оно к тебе возвратится. Совершенно верно. Как это ваше воззрение? Я вот с ними только знаю. И что характерно, более того, вот, молдавский герб, аист, несущий гроздь в клюве – это такой глубокий символ. Ведь в свое время аисты помогли людям, нося виноград в осажденную крепость. И люди спасли свою жизнь. То есть это символ, великий символ. Вот, вот, пожалуйста, разве так может быть? Они не носили горилку, они носили гроздь, хотя виноградная, вот, чача – это высшая, наверное, среди всех спиртовых, если спиртовых, как бы, производств. Почему? Потому что я знаю, что у нас на Кубани, вот, Северный Кавказ, вино делалось, а потом из отходов этого не выбрасывалось ничего. Делалось чача. И эта чача давала ту мужскую подчеркиванность. То есть, когда собирались мужчины, когда уходили в горы, когда уходили в походы, чтобы согреть себя, чтобы дать стимул такой, дух вдохнуть. То есть, тоже пилась чача, но ведь, посмотрите, я в свое время, и мои деды, мне рассказывая, мои прадеды, они не напивались. Ну, не было такого, чтобы вот такая была, особенно у казаков, там общинность, жизнь была общинность, и там все, как бы, никто норму не создавал. Но не было хамства, не было беспредела, было уважение, была любовь. А как понять норму для каждого? Есть ли какие-то у вас каноны, определения, ну, по отношению к вину, к другим напиткам? Ну, норма одна. Смотри в себя. Вот вы же сами сказали, с чем ты подойдешь к вину, то и получишь. Как ты его принимаешь? Когда человек понимает, вот, ребенка рассказываешь о вине, как о любви. И он и принимает его. Другие говорят, ты начинаешь приучать. Вот мои дети у меня, они все знают о вине с самого раннего детства. И я это знаю, потому что меня так научили. И мои дети знают. Но никто из них не напивается. Никто из них не алкоголь. Все спортсмены. В основном все со спортом. Там те действия, где не расскажешь. Если ты напьешься, ты не сделаешь. Если ты напьешься, то есть будешь злоупотреблять, ты попадешь в зависимость. Если ты попадешь в зависимость, значит, ты уже не сделаешь то, к чему ты идешь. А вот когда ты соединяешь, со, со дружества, соединение, тогда получается творчество. Вино и с чем мы их соединяем? Мы соединяем с творческой энергией встреч, дружбы, отношений. То есть мы же живые люди. У каждого свое дело. Я занимаюсь спортом. У меня, допустим, напряженный день прошел в моих занятиях. Вы занимаетесь журналистской работой. У вас тоже определенная встреча. И разные люди встречаются у вас. И вот мы встретились вечером, встретились, и открыли бутылку хорошего вина, радость, улыбки. Мы знаем, зачем мы встретились. Ведь мы же не просто так встретились, а знаем, зачем. Чтобы поговорить, открыться, поделиться. У каждого же день по-своему прошел. И вот в этой встрече, вот в этом как раз со-творчестве и рождается новое. Вот в таких встречах я знаю, что открывается даже то, что, допустим, каждый ищет. И каждый, когда внимательно смотрит на другого, вот как сейчас мы друг к другу прониклись, я вас вижу и внимательно смотрю, и вы меня внимательно слушаете. Вот это и получается со-тружество. Когда ты правильно принимаешь, когда ты готов, сам готов к тому, что вино для тебя нектар, тогда ты сколько бы ты ни выпил. Мне нравится вина в основном, в которой аромат и в то же время вот какая-то внутренняя сила. Ее я как бы так и вижу. Я не могу объяснить, что это, но я знаю, что там сила, вот внутренняя сила. То есть, когда пьешь глоток вина, вдыхая аромат, и чувствуешь его мощь. Вина, мощь. Утонченную. Но эта сила такая, ее не передашь. То есть, наверное, это и есть вот та крепость, как ее говорят, та мудрость. Вот когда с человеком взрослым общаешься, то есть он видит, он знает, он прошел. Ты его уже как бы понимаешь, ты ему доверяешь, что он это знает. Вот то же самое это вино. И вот когда его принимаешь, его мудрость, вина, его силу. Вот любой напиток. То есть, для меня нет. Нет предпочтения украинской, французской, там испанской. Нету, нету. Я как таковой лозе, мой поклон и мои самые лучшие расположения. Для меня виноград, когда, где бы, на какой стране я бы не видел лозу, я ей всегда поклонюсь. И я не пытаюсь кого-то изменить или улучшить, или им сказать, что не пейте. Кто послушает, если я скажу, не пейте. Разве он меня послушает? Нет. Он скажет, ты сумасшедший, сам же пьешь, а что ж ты мне запрещаешь? Поэтому, ну, другой вопрос. Я же опять возвращаюсь к Амархаяму. Кем пьется? И когда? И много ли? И с кем? Вот эти вот определения, они, когда мы встречаемся с друзьями, то есть они стоят в основе у нас. То есть вы рассмотрите вино, как некую субстанцию, сущность, которая влияет на характер человека, на творчество, на какие-то его творческие побуждения. Совершенно верно. Вот вы сказали, портал Евровайн у вас вызвал уважение, да, любое, из-за того, что там рассказывается об истории вина. Да, да, о продвижении вина. О мудрости вина. О мудрости вина, да. Фотографии красивые, виноградники великолепные. Вина изображены вот именно его внутренние, как вот есть там такие фотографии, где вино играет прямо в фужере. Вот это, ну, оно не должно быть, как реклама, хватать и пить, а оно должно, как направление, подойти и попробовать. Вот как к мудрецу, ты подходишь и пробуешь его аромат. Посмотри, какое творчество в вине. И мудрые, и цари пили для чего? Для того, чтобы отдохнуть, расслабить, либо утолить жажду внутреннюю. Лучше глоток хорошего вина, чем, допустим, пить непонятную воду. А насколько, допустим, вино влияет на творчество, как вы считаете, допустим? Ну, вы встречались и сказали, что вино это средство, которое уравнивает все социальные слои. Да, ну вот, встречались со всеми, да, допустим. Ну, если по вашим наблюдениям какие-то группы социальные, ну, где вино занимает более приоритетные значения, ну, для которых более важны, вот именно там. Ну, группы в моей жизни, в принципе, очень много у меня знакомств. И среди художников, и среди политиков и спортсменов. Ну, каждый воспринимает по-своему, что характерно. И сегодняшнее восприятие спиртного, вот, в социальном плане, ну, оно ожидает быть лучшего, вот. Но среди моих друзей, вот, истинных друзей, и моих наставников жизненных, то есть там уважение, культура, вот это и есть отношение к вину. То есть не как культ, а как союзнику, как к другу, как к мудрому учителю. Потому что само вино, его традиции взяты очень далеко. И корни уходят в века. Так если это так, почему мы ищем именно только плохое, если человек, как моя бабушка сказала однажды, что на зеркало кривать, кивать, если у тебя рожа кривая. То есть если человек, внутри заложено у него, ну, небрежное отношение к вину, он даже не понимает, к чему он прикасается, то как ты можешь его остановить? Он обуян, то есть у него уже внутри все закрыто. И он пьет для того, чтобы насытить свой мамон, чтобы опьянеть, чтобы... И отсюда вот говорят, вот вино виновата. В чем вино виновата? А приходилось ли вам бывать в других странах? Видели ли вы отличия какие-то, вот именно в ментальности, в отношении к вину? То, что вы сказали, были на Кавказе, да? Вы с Кавказа ротом, то есть, допустим, там и здесь, там, в других странах, за границей, за рубежом. Как вы считаете, к чему нужно стремиться украинцам, допустим, если вы видели где-то за рубежом, какое отношение выработать, ну, к себе, именно к вину, к винной культуре? Ну, не скажу принятию вина, к употреблению вина. Ну, вы знаете, Украина сама может задать тон питья. То есть, и культура, и, вот посмотрите, одесские вина, какие одесские виноградники, какие были в наше время. Это сейчас, то есть, сейчас новый этап возрождения. Но я помню тогда еще в советское время, какие Крым. Посмотрите, какая красота, какая глубина. Ведь это же заложено еще тоже когда. И какие сорта виноградников были выросли, какие вина были. И сколько сортов вин именно отсюда пошли с Украины. И которые задавали в мировом масштабе тон виноделия. У нас, мы сами можем научить, кого хотите. Но дело в том, что в каждой стране есть свой подход к вину, к традициям. Но он один, что самое интересное. В самой глубине он один. Один. То, что вы сказали Хаяма, да? Да. Крутирували. Да. Да. А еще есть какие-то, скажем, принципы, скажем, вот, Амархаям? С кем, да, что? Еще какие-то принципы, которые, ну, на которые нужно опираться, чтобы выработать из себя правильное отношение к вину? Вот правильное отношение к вину, когда ты увидишь, кто ты сам. Ну, вот ты подходишь к силе. Вот ты подходишь к Амазу. Ты же его не сдвинешь плечом, правильно? Какой бы ты ни был. Ты, Амаз, не сдвинешь плечом. Поэтому и подходишь так. Вот, если человек подходит к вину с уважением, с пониманием, понимая его силу, проблем не будет. Вообще не будет никаких проблем. Радость будет только. Только радость. А есть ли у вас рекомендации относительно количества висок? Или тут только каждый определяет для себя сам? Здесь у человека должен быть внутренний контролер. И другого не может быть. Как можно? Я могу выпить литр, другой может выпить три. Другому надо стакан. Тут вопрос не в этом. Хотя, посмотрите, мудрецы опять же говорят, с кем, когда и сколько. Вот, ну, все это взаимосвязано. Если ты можешь выпить стакан, выпей. Можешь литр, выпей. Но главное, чтобы оно было внутренним приятием. С внутренней любовью. То есть, идти от себя. Не думать, что кто-то тебе, или какой-то кайф получить от вина. А получить внутреннее удовлетворение. То есть, ты удаляешь жажду, значит, ты знаешь, что ты удаляешь жажду. Ты выпил стакан вина, тебе больше не надо. Ты удалил жажду. Если ты аромат вдыхаешь, то есть смакуешь это вино, ты опять знаешь. Ты пьешь маленькими глоточками, ты отдыхаешь. Если ты пьешь друзьями и звучат тосты, ты опять же знаешь, что в этих тостах, в отношении друзей, вложена та сила, та любовь, ответственность перед этим моментом. И опять же ты знаешь, тебе наливают рог, но ты принимаешь этот рог, и ты знаешь, что это вино игривое, сильное. В нем собрана такая сила, и ты его принимаешь. Ты говоришь, я вот пью за своего друга, или за своих друзей, принимаю этот рог, я беру на всю энергию этого вина, соединенную с моей любовью, и дарю вам, мои друзья, и выпиваю этот рог. Конечно, как я принял силу неба, дружба, сила вина, сила неба, сила сердца открытого, вот в чем. То есть вино нужно пить только с друзьями? Я считаю так. Вино это напиток дружбы. В нем и есть там мудрость. Его так просто вот хлестать, ну это не молоко, что удовлетворил жажду. В то же время в Молдавии пьют, так с утра встал. Ну, и на Кубане, когда вино молодое идет, то есть берут и наливают жбан, ставят, вот у нас бабушка ставила коксон. Ну, привет. И тоже пьют же так же, знаете, как вода. Даже однажды учительница возмутилась, что нам бабушка дает вина. Тут бабушка наливала, учительница, вот теперь я понимаю, почему мы такие активные. Ну, активность не от этого, не от сока виноградного. Активность заложена в генах, в крови, потому что рот казачий. Это тоже, но тем не менее, весь казачий рот, он употреблял вино. У нас все, мои прадеды, прапрадеды, все употребляют вино. И у нас вино, лоза на нашем гербу. На нашем казачьем гербу у нас есть лоза. Поэтому оно, даже вот оно в подсознании у человека, то есть вложено, что для меня виноград – это мой союзник. В любое время. И в любом виде. Как изюм, как вино, как сок. Ну, хорошо. Последний вопрос. Как долма, лист завернул, скушал мясо, приготовленное в виноградном листе. Оно вообще обалденно. Посмотрите, какая вкус. А посмотрите, лоза, которая даже умирает. Виноградник, он человеку дает свою любовь. Вот посмотрите, шашлык, приготовленный на виноградной лозе, это вообще отпад. Вот на виноградной лозе, виноградную лозу, когда освобождается, вот она уходит на Кавказе, ее, на Кубани, ее не выбрасывают. Ее заготавливают отдельно. И когда готовится шашлык, то есть домашние, друзья, вот именно на виноградной лозе готовится шашлык. Угли и сам аромат, то есть там необыкновенный, необыкновенный соединение. Вот даже в смерти, в своей, любовь. Вот все то, что я говорю, именно сила его, это вторичная. Первичная – это его любовь, соединенная с солнцем, с землей, с воздухом и с водой. То есть все стихии находятся там, в этой лозе, в этой ягоде. И вот сам свет, вот я же почему и говорил в самом начале, посмотрите на солнце, на виноградную ягоду, и вы увидите там жизнь. Вот она просвечивается. Вот она как будто бы там жизнь, целый мир. То есть вино – это просветление? Конечно. Ясно. Хорошо. Спасибо.